Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Новогоднее настроение и исполнение желаний. Глава Самары Елена Лапушкина вручила воспитанникам детского учреждения Иволга подарки, о которых они мечтали. Дед Мороз на Тигре. Спецназ ЦВО привез в детдом оркестр и прокатил воспитанников на броне автомобиля. Автомобиль и роскошь и средства передвижения. С начала года цены на бензин в России выросли на 9 с лишним процентов. Какие прогнозы дают эксперты на следующий год? За сутки в Самарской области зафиксировали 419 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе – 199 251. Такие данные в среду опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 1325 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписали 154 603 пациента. В период новогодних праздников в Самаре продолжат свою работу все прививочные кабинеты. Об этом сообщили на заседании городского оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Кроме того, глава Самары Елена Лапушкина дала поручение профильным департаментам и ведомствам усилить проверки за соблюдением социальной дистанции и масочного режима в период новогодних каникул. Тему продолжит Ольга Павлова. Несмотря на то, что по уровню заболеваемости COVID-19 Самара занимает второе ранговое место, уступая лишь Тольятти, число зараженных в столице региона продолжает снижаться. 1517 заболевших зарегистрировали медики за минувшую неделю. В сравнении с предыдущим периодом количество пациентов с диагнозом COVID уменьшилось на 149 человек. Новая коронавирусная инфекция фиксируется во всех возрастных группах, но основная доля заболевших – это по-прежнему люди от 30 до 49 лет. По структуре клинических проявлений, отмечают врачи, заболеваемость коронавирусом становится похожа на сезонное респираторное заболевание. Когда совсем немного бессимптомных носителей, немного тяжелых форм, потому что научились лечить, а основная масса заболевших – это средняя и легкая степень клинических проявлений. Но это пока вот такие вот небольшие научные наметки, которые вот на 51-й неделе отразились вот в городе Самаре четко. Наука об этом только говорила предположительно. Мы на 51-й неделе получили фактическое подтверждение этому. Активно идет в городе кампания по иммунизации населения от новой коронавирусной инфекции. Общее число вакцинированных и тех, кто же сделал первый компонент препарата – 728 775 человек. В период новогодних торжеств в Самаре продолжат свою работу все прививочные кабинеты. Также будут усилены проверки за исполнением всех действующих требований регионального Роспотребнадзора. Рейды по соблюдению масочного режима пройдут в общественном транспорте, крупных торговых центрах, объектах социального обслуживания. Особое внимание уделят храмам, в которых состоятся праздничные рождественские службы. До их начала ответственным лицам необходимо оборудовать церковные соборы санитайзерами, дезарами, средствами защиты и сделать разметку для соблюдения социальной дистанции. Ольга Павло, Константин Головин. События. В Самарской области вакцинировались уже 1 миллион 700 тысяч человек. Коллективный иммунитет достиг 65%. Об этом рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян. По его словам, этого пока недостаточно. Нужно стремиться к максимуму. Говорить о хорошем коллективном иммунитете можно будет только после того, как прививку получат все 100%. В выходные и праздничные дни с 31 декабря по 9 января в торговых центрах региона дополнительно откроются 8 мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 и тестирования ПЦР. Всего в Самарской области во время праздников будут работать 200 пунктов, где можно получить прививку. Из них 10 круглосуточно, остальные с 8 утра до 8 вечера. Всю информацию можно посмотреть на карте вакцинации на сайте областного Минздрава. Армен Бинян рассказал также об особенностях штамма омикрон. Он переносится легче и течение болезни не такое тяжелое. Тем не менее, следует учитывать, что коэффициент распространения омикрона выше, чем у штамма дельта. Пока что в регионе не подтверждено ни одного случая заражения. В магазинах и кафе города продолжают контролировать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Согласно постановлению губернатора Дмитрия Азарова, в регионе действует ряд ограничений. Как прошла очередная проверка, расскажет Мария Левина. 150 мониторингов за неделю, и это только в Самарском районе. Районные администрации следят за соблюдением масочного режима, фиксируют наличие санитайзера в магазинах, торговых центрах и пунктах общественного питания. При входе всем посетителям должны измерять температуру, а также смотреть на QR-код сертификата о вакцинации. Нарушений стало меньше, потому что и предприниматели, и жители прекрасно понимают и осознают всю важность этой проблемы, берегут свое здоровье. Сейчас уже, конечно, лучше, потому что многие, в том числе и наши клиенты, уже понимают, что это те реалии, в которых нам сейчас предстоит быть, находиться ради нашей же безопасности. Сознательность граждан показывает и статистика, которая по сравнению с осенью этого года идет вниз. За неделю в среднем выявляют 9 нарушений при проверке почти двух сотен объектов. Если у нас раньше сетевые магазины, можно было там увидеть, что не соблюдаете требования, то сейчас у нас сетевых магазинов, вот насколько заходим, масочный режим, разметка, дизары, это все есть. Мониторинг объектов потребительского рынка проводят ежедневно, в том числе и в выходные. По результатам сегодняшней проверки нарушений не выявлено. Напомним, что информацию о выявленных нарушениях фиксируется. Далее направляется в Управление гражданской защиты администрации Самары или Контрольно-распределительный центр, уполномоченный составлять протоколы для принятия решения. Мария Левина, Николай Сидоров, События. Создали новогоднее настроение. Глава города Елена Лапушкина вручила воспитанникам детского учреждения Иволга подарки. Свои пожелания дети оставили на елке желаний. Ребятам подарили наушники и коньки, о которых они мечтали. Подробнее Мэри Елчан. Неподдельная радость и воплощение в реальность, пусть маленькой, но мечты. У Вики и Артема много добрых желаний, исполнение которых лишь дело времени или счастливого случая. А вот на елку желаний попало вполне осуществимое – наушники и коньки-ролики. Ребята – воспитанники детского учреждения Иволга, где находятся дети, которые остались без попечения родителей. Им, как никому другому, важно верить в чудо. Говорят под Новый год, что не пожелается. Все всегда произойдет, все всегда сбывается. Как же нам не загадать скромное желание? На протяжении 15 лет в городском департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки устанавливают елку желаний. Украшают ее новогодними открытками, в которых маленькие самарцы с непростой судьбой пишут о своих мечтах. В этом году удалось осчастливить более 600 детей. Открытки Вики и Артема сняла с елки и глава города Елена Лапушкина. У всех объединяет одно, что они, наверное, лишены родительской ласки, любви, внимания, заботы. И очень хотелось им это каким-то образом восполнить, чтобы они продолжали верить в чудеса, чтобы они продолжали верить в Деда Мороза, что есть добрые люди, которые им помогают на первых порах верить в вот это чудо. Подарки детям глава Самары вручала в обновленной 14-й библиотеке на Ленинградской. Ее в этом году отремонтировали благодаря нацпроекту «Культура». Воспитанникам провели экскурсию, показали мультфильмы и познакомились с новыми технологиями, которые теперь есть в библиотеке. Например, с помощью VR-очков Вика и Артем увидели всю красоту подводного мира. Мэри Илчан, Константин Головин, События. В детский дом созвездия приехал Дед Мороз на «Тигре», но не на живом, а на броне автомобиля. Акцию организовали военнослужащие из Самарской области. Спецназ ЦВО привез в детдом Деда Мороза и Снегурочку. Дети водили с ними хороводы, загадывали желания, смотрели выступления военного духового оркестра, а в завершении праздника не только получили подарки, но и прокатились на российском бронеавтомобиле «Тигр». Впереди вас ждут новости экономики. Расскажет о них Виктория Шарая. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Михаил и уважаемые телезрители. В новом году кредиты для тех, кто не сделал прививку от коронавируса, могут подорожать. В чем причина? Пока этот вопрос только обсуждается. При этом, если клиент будет готов застраховать свою жизнь и здоровье, то на ставку по кредиту отсутствие прививки повлиять не должно. Расскажу подробнее сразу после курса валют. Курс доллара на 30 декабря – 73 рубля 65 копеек. Евро – 83 рубля 20 копеек. Нефть марки «Бренд» торгуется на отметке 78 долларов 93 цента за баррель. В новом году россиян, которые будут обращаться за новыми ипотечными или крупными потребительскими кредитами, может ожидать неприятный сюрприз. Отсутствие справки о прохождении вакцинации от коронавируса может привести к заметному росту стоимости займа. Впрочем, единого мнения на этот счет пока нет. Кроме того, кредитные организации могут поменять ставку для клиента в зависимости от того, согласен ли тот застраховать свою жизнь и здоровье на предполагаемый период обслуживания взятых на себя кредитных обязательств. В Банке России объясняют, что кредитные организации зачастую сами предлагают опцию оформления займа с одновременной покупкой страховки, но при этом они обязаны предлагать и альтернативный вариант с аналогичными условиями по сумме и сроку возврата. В последнем случае у банка есть полное право поднять процентную ставку. Страхование жизни и здоровья заемщика, имущества, передаваемого им в обеспечении своих обязательств, снижает риски банков, поэтому обычно они предлагают кредиты со страхованием под более низкие ставки, чем без страхования. Расходы же заемщиков в обоих случаях в среднем сопоставимы. Если взять кредит без страхования, то из-за часто более высокой ставки размер переплаты близок к сумме процентных платежей и стоимости страховки. Страхование при потребительском кредитовании и ипотеке имеет ряд существенных отличий, связанных с размером и сроком кредита. Подходы кредитных организаций и страховщиков будут сильно отличаться при кредите в 50 тысяч рублей, сроком на 6 месяцев и ипотеке, заключаемой на 20-30 лет на сумму в несколько миллионов рублей. Росстат решил поменять методику расчета индекса потребительских цен с 2022 года. Статистическое ведомство готовится внедрить целый ряд нововведений в методиках и способах расчета. Одно из них – оценка индекса потребительских цен с использованием больших данных. К ним относятся информация контрольно-кассовой техники, чеки, данные государственной системы маркировки товаров, а также мониторинг онлайн-продаж и веб-скрейпинг. Сейчас Росстат наблюдает за изменением инфляции почти вручную. Сотрудники статистического ведомства фиксируют цены в определенных торговых точках. Расчет инфляции с помощью больших данных в 2022 году планируется проводить в экспериментальном режиме параллельно с обычным расчетом. А с 1 января 2023 года новая методика должна стать единственной. Год взят на апробацию. Публиковать результаты экспериментальных расчетов в регулярном режиме не планируется. Цена полиса автогражданской ответственности ОСАГО для некоторых российских водителей может вырасти до 60%. Об этом рассказал глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. По его словам, рост стоимости ОСАГО связан не только с увеличением выплат по жизни и здоровью в 4 раза до 2 миллионов рублей, но и отмены учета износа деталей по ОСАГО. При этом водители, которые редко становятся виновниками ДТП, почти не заметят подорожания. Ранее страховщики рассказали, как можно снизить стоимость ОСАГО. Прежде всего, стоит потратить время и сравнить предложения различных страховщиков. Конкуренция между компаниями велика, и можно найти вариант с самой привлекательной ценой. Кроме того, снизить стоимость страховки можно за счет аккуратного вождения. По системе бонус-малость дисциплинированному водителю за год без аварийной езды полагается 5% скидка. Максимальная скидка, которую можно накопить таким способом, составляет 50%. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Получить свидетельство о рождении ребенка и другие документы можно будет в любых ЗАГСах, независимо от места жительства. Нововведение вступает в силу 30 декабря. Сейчас рождение ребенка регистрируется лишь по месту его рождения или по месту жительства родителей. А расторжение брака возможно по месту жительства супругов или по месту госрегистрации заключения брака. Усыновление регистрирует по месту вынесения соответствующего решения суда или по месту жительства усыновителей. До этого изменения у нас была возможность регистрировать брак в любом ЗАГСе. Это тоже норма появилась относительно недавно. Но в отношении других действий тебе нужно было вращаться в тот ЗАГС, где указано было по закону. Например, расторжение брака возможно только в том ЗАГСе, где брак регистрировался, либо где живет заявитель. Сейчас это можно сделать в другом ЗАГСе. Если ты переехал в другой город, тебе не нужно возвращаться в тот город, где вы регистрировали брак, и ты можешь подать заявление там. С рождением ребенка то же самое. Расстояние, которое можно преодолеть, заправив авто на фиксированную сумму, в течение года сокращается. Как изменилась цена на топливо за год и как это почувствовали на себе самарские автомобилисты, выяснял Максим Магомедов. С начала года цены на автомобильный бензин в России выросли на 9,3%. Дизельное топливо по сравнению с январем 2021-го подорожало на 8%. Так, за литр 92-го в Самаре сейчас просят 45 рублей 70 копеек, что на 2,5 рубля дороже, чем год назад. Литр солярки можно купить за 51 рубль 60 копеек. В начале года на эту сумму удалось бы получить почти на 100 миллилитров топлива больше. Основным фактором, который влияет на внутренний розничный рынок, является ситуация с соотношением оптовых и розничных цен. Если экспортные цены выше, то нашим производителям выгоднее продавать нефтепродукты за рубеж. Ну и наоборот. Поэтому государство у нас здесь ввело с 2019 года специальный механизм, за счет которого потери на внутреннем рынке вследствие такого ценового дисбаланса компенсируются производителям на внутреннем рынке. И за счет этого цены удерживаются. Увеличение цен на топливо неизбежно ведет к подорожанию товаров и услуг, потому что в структуре себестоимости любого продукта содержатся расходы на транспортировку. Экономисты утверждают, что при сохраняющемся темпе увеличения стоимости горючего конечные цены для розничных потребителей могут вырасти в диапазоне от 2 до 10%. Однако подобного самарцы еще не заметили. Максим Сиделкин работает в строительной сфере. Говорит, приходится много ездить, поэтому для него бензин как расходный материал. Подорожание не замечал. Раньше примерно 900 было, сейчас рубль. Ну тысяча. То есть, ну по сути, ну да, 50 рублей накинулось. Ну, с 10 литров. Ну да, кстати. Не задумываюсь просто об этом. Расходник все равно. То есть, по работе мотажа заправляюсь постоянно. С Максимом не может согласиться Евгений Васильев. Его работа тоже связана с постоянными разъездами. Он занимается электрикой. Последнее время начал замечать, что заправляясь на фиксированную сумму, проезжает меньшее расстояние. Все подорожало. Стало больше денег уходить на бензин. Ну, визуально, допустим, казалось то, что ты на тысячу заправил, у тебя полбака. А сейчас там одна треть где-то. Почувствовали увеличение цен на бензин многие самарцы. Цены на бензин растут всегда, в любых условиях. Это явление, к которому каждый автолюбитель в нашей стране привык. Это как смена времен года. Экономисты считают, что ждать снижения цен на топливо в следующем году не стоит. Однако никто из запрошенных водителей не собирается переходить на газ вместо бензина. Основными причинами отказа от использования альтернативных видов топлива называют высокую стоимость установки газобаллонного оборудования, а также юридические сложности при оформлении изменений в ГИБДД. Максим Магомедов, Константин Головин. События. В преддверии новогодних праздников лучшие участковые и полномоченные полиции и сотрудники патрульно-постовой службы из территориальных подразделений органов внутренних дел получили новые служебные автомобили УАЗ и Ларгус. В торжественной церемонии вручения приняли участие начальник областного главка МВД России генерал-лейтенант полиции Александр Винников и его заместитель генерал-майор внутренней службы Юрий Сафронов. Безусловно, данные автомобили помогут увеличить оперативность реагирования на любые сообщения граждан о происшествиях и преступлениях. Помогут участковым полноченной полиции в организации службы на своих закрепленных территориях обслуживания патрульно-постовой службы оперативно прибывать на места происшествия и обеспечить безопасность и покой граждан. Далее, коротко о других темах дня. В России сдающих жилье туристам могут обязать платить налоги. Также в стране может появиться единый федеральный реестр такой недвижимости. Его владельцы зарегистрируют как оператора туристического сбора. Он будет платить налог в размере 4%. Федеральная антимонопольная служба поддержала инициативу и одобрила введение уникального идентификационного номера для владельцев туристической недвижимости. Закон проекта о легализации туристского жилья, сдаваемого на короткий срок, разработали в Госдуме еще в 2019 году. Его могут принять уже весной. Иностранных граждан с 1 января могут выдворить из России за незаконную трудовую деятельность и запретить им обратный въезд, сообщает МВД. Работодатели за привлечение таких работников могут оштрафовать на сумму до 800 тысяч рублей за каждого человека. 31 декабря заканчиваются введенные Владимиром Путином временные меры, позволявшие иностранцам урегулировать свой правовой статус в целях законного осуществления трудовой деятельности без выезда из страны. В новогоднюю ночь за порядком в Самарской области будут следить 619 сотрудников полиции, 139 представителей добровольной народной дружины, 208 работников частных охранных предприятий, а также казаков и сотрудников Росгвардии. В 76 населенных пунктах региона пройдет 112 праздничных мероприятий. В праздничные дни ежедневно в составе суточных нарядов и следственно-оперативных групп собираются задействовать более 1200 сотрудников ОВД и свыше 250 сотрудников Росгвардии. В ночь на 7 января в 138 населенных пунктах планируют 313 праздничных рождественских богослужений. Обеспечат правопорядок здесь также силами сотрудников органов внутренних дел, представителей ДНД и казачества. В Самаре будут судить женщину, сбросившую трехлетнюю дочь с балкона. Об этом сообщили в региональном СУСК. По версии следствия, 8 июня обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения перекинула дочку законную раму. Девочка упала с высоты 6 этажа на бетонную дорожку и погибла. В ходе следствия также установили, что обвиняемая оставляла дочь одну в запертой квартире на длительный промежуток времени, не обеспечивая при этом надлежащим питанием. В Самарской области дополнительно назначат 275 пригородных поездов. В этом году в период новогодних праздников они совершат 1890 рейсов, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе роста удалось достичь за счет увеличения количества рейсов скоростных поездов «Ласточка». По маршруту Самара-Сызрань в новогодние праздники она будет курсировать ежедневно. Вокруг детства Никиты. Доктор филологических наук, профессор, известный ведущий телеканала «Самара ГИС» Михаил Перепелкин презентовал свою книгу. Много лет его программа «Город. История. События» открывает для зрителей культурные страницы самарской истории, увековечивает имена людей, которые внесли значительный вклад в развитие города. В этом году исполнилось 100 лет книги «Детство Никиты» одному из самых загадочных произведений писателя и уроженца Самары Алексея Толстого. Он писал о своем детстве и детстве вымышленного героя Никиты. Так, кстати, звали сына писателя. Вымысел, деревенские будни, волшебные сны и приключения. Произведение уводит читателя в мир иллюзий, сказки и дает время на размышления и исследования. Историческая действительность и художественный смысл толстовской повести в центре внимания книги Михаила Перепелкина «Вокруг детства Никиты». Это книга. Книга останется на века. И через 100-150 лет она будет так же востребована, как и сегодня. Потому что уже такое не напишешь по двум причинам. Во-первых, для этого нужно иметь талант, а во-вторых, нужно проработать все, что возможно было только проработать. И в том и в таком случае конкуренции Михаила Толстого нет и не будет. На пути к новому 2022 году. К традиционной акции «Новогодний маршрут», которая уже началась в городских трамваях, присоединились и автобусы. Праздничная атмосфера царит в салонах 34 маршрута. Пассажиры встречают Дед Мороз со Снегурочкой. Прокатиться вместе со сказочными персонажами удалось и нашей съемочной группе. Не поездку, а настоящий праздник для самарцев устроил персонал автобусного предприятия, которое занимается перевозками по муниципальному заказу. На новогодний маршрут вышел автобус под номером 34. Новогодняя традиция зародилась несколько лет назад. Мы едем с музыкальным сопровождением, поем песни и дарим позитивное настроение. Мы выходим на 34 маршруте. Он самый протяженный. Он едет от парка «Металлурга» и в центр города, чтобы охватить больше пассажиров и подарить радостные минуты позитива. Новый год – это все-таки такой яркий, светлый, добрый праздник. И наша акция, она как раз в этом ключе и устроена. Поэтому все, кто видит вот этого нарядного дедушку с белой длинной бородой и в халате, все радуются, все сразу начинают улыбаться. Не забывают ни о праздничной акции, ни о приоритетных мерах для минимизации рисков распространения коронавируса и ОРВИ. Дед Мороз со Снегурочкой напоминают о необходимости носить маску, находясь в салоне, и презентуют ее тем, у кого нет своей. И, конечно, желают здоровья и счастливого Нового года. А даривают пассажиров мандаринами и апельсинами, которые, как известно, кладезь витамина С. А повышение иммунитета сейчас крайне важно. Роль главного новогоднего волшебника и его внучки по традиции исполняют дети и внуки сотрудников транспортного предприятия. Каждый год собираемся, чтобы радовать детей. Ну, не только детей, но и взрослых, конечно же. С наступающим вас Новым годом поздравляем. Желаем вам счастья, здоровья, успехов в учебе. И главное, носите маски. Новогодний автобус будет курсировать по городу и в предстоящие выходные. В следующий раз Дед Мороз и Снегурочка поздравят самарцев 31 декабря и 7 января на Рождество. Светлана Кудрявцева, Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События. Аналитики Яндекса выяснили, каким городам в России чаще везет с погодой на Новый год. Для этого изучили данные метеонаблюдений в ночь на 1 января в крупнейших городах страны за последние 10 лет и сопоставили их с результатами опроса россиян. Идеальной, по мнению жителей, является безветренная погода с умеренным снегопадом и температурой от 0 до минус 10 градусов. Чаще всего такую погоду в новогоднюю ночь наблюдали в Самаре целых 5 раз за последние 10 лет. В Казани 4 раза, в Уфе и Нижнем Новгороде по 3. По 2 раза образцовую новогоднюю ночь видели в Красноярске, Омске и Ростове-на-Дону. Только один раз в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Челябинске. А вот жителям Москвы, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга и Перми встретить новогоднюю ночь при идеальной погоде за последнее десятилетие не удалось ни разу. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте читать наши новости на официальном сайте Самары ГИС, в телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Оставайтесь в курсе событий и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok